А то ты не забывай, что у старобрядцев Марии нету, Мария только одна, остальные Марии. Это самое уничтожение такое, крутое. Ну давай тогда. Мы сегодня готовим 15 гигабайт за эту неделю. Вчера пошли уже на свидетельство, поехали в соседний детский совет деревни, ну а я остался на пульте тут, в обозе охранять. Хорошие ролики, очень даже. Ну там соедините, мы так написали, благовестие первое. Ну а вот на эту тему, как она называется, всему свое время, где такая беседа-то? Так а что не прислали? Это животные. Я выставил одну тему, вот эту где? О страхе человеческому Божьему. О страхе, да. Так а это я послал Ольге, она должна была выставить. А то вы не выставите, а послать вам, там после конвертации или как-то называют. Ну пока я не видел. Да как это? Неделя прошла, она должна была выставить. Чего она там запухалась? Мне там что-то с ногой, ногу сломало ли что-то у нее. Ногу сломала? Ну я не знаю, что-то она ходит плохо. Ну она никогда лучше не ходила. Она говорила как-то, вот, есть охота. Ну вот как подумает, а вставать надо, потом через порог перешагить в другую комнату, открывать холодильник, махнула рукой выше не буду. Понятно. Так что она, она юмором обладает, и старая обрядка. Ну что надо было сделать? Так, я не вижу себя, я не пойму, я попадаю туда и куда-то подвинулся не надо или как? Да нормально все. Нормально. Так, ты никогда не забывай матери поклон передавать. Хотя не лещен. Ну а как же? Обязательно. Ну еще рассказывай. Ирина Тихович, вот меня самого давно беспокоит такой вопрос по поводу вот этой индустриализации нашей и по поводу того, что вот развиваются эти технологии, вот эти все. Вот это же все произошло вот на вашем веку, буквально на протяжении вашей жизни. Вы были свидетелем, как развилось из ничего, вот выросло вот в этих технологиях. Вот буквально вот тысячи лет люди пользовались простым, то есть изобрели там металл, колесо, вот там мельницы водяные, ветряные и этим жили тысячелетиями. Вот и как вы это видите, это последние вот несколько 50-70 лет это буквально произошел скачок вот такого немыслимого просто человеческого какого-то ума. Вот и как же, и вот именно этот скачок объясняется, вот отцами святыми объясняется, как именно приход воцарения Антихриста, то есть с помощью вот этих всех технологий, вот этих программ и вот этого мироустроения всего придет в мир сатана. Вот и как же мы можем в это же время там прославлять изобретателей Тимберсли, там изобретателей телефонов, там и компьютеров и всего прочего. А вот в этой теме, всему свое время, я как раз касаюсь этого, нажми на Ольгу там, скажи давай эту тему, ты что же делаешь-то? Ты что творишь, скажи, держишь, целую неделю, напугай ее чем-нибудь. Она пришлет. То дело в том, что это ускоряет приход Антихриста. Антихрист давно в мире, только нет этого последнего. Антихрист был, и Нарон Антихриста, и Ленин, и Гитлер Антихристы. Но главное-то, что они не могут управлять людьми, а нужен всеобщий тотальный контроль. Когда не будет преступности, не будет войн, отныне ни один человек не сможет сказать война, если я говорю мир. У Владимира Сергеевича Соловьева три разговора об Антихристе. Это очень подробно описано. Когда он придет, тотальное слежение. А для этого, для этого из Станей думали. Этих людей-то надо тоже понять. Ну и в мире-то что идет? Непрерывные войны обходятся в кругленькую сумму, 50 миллионов человек. А сейчас будет это минимум 2 миллиарда, слезнет с Земли смерч. Ну а вообще-то, для чего она планета нужна, которая несется во мраке? Нельзя ли жизнь сделать здесь ее более прекрасной? И это никак не сделают до тех пор, пока есть преступники, есть какие-то ассоциации, которые противоречат центральному направлению правительственного пути. Это в каждой стране. Да коли есть разногласия в правительствах, есть разногласия религиозные, конфессиональные. Это все нужно устранить. Они сидят за столом в комитете 300 и решают это. Как? Чтобы жизнь людей зависела от них. Самый продуктивный строй в обладенческий был. Не дали ему есть, и все, БУЛАК. Но это БУЛАК, это система уничтожения. И вот для этого-то вся вот эта технология и направлена. А она одновременно работает и в другом стиле. Вот мы можем разговаривать, видеть друг друга, это же неплохо. Нам следить друг за другом не надо. Ну допустим, а ты задался целью, я его подлавлю. Ну вас подлавлят что? Одеяло сверху, одеяло сбоку. Все ваше разнообразие. Для другого-то нет. У Тома осматривает, откачивает, болеешь, морщишься. А когда человек на ногах здоровый, да у него есть какая определенная цель взорвать в Волгограде или где-то в метро. Вот за ним надо следить, куда он идет. И в конце концов взять под контроль мысли, мысли. Вот о чем речь. Вживить черный ему занозу, черный чип в мозге. И все в порядок. Нажал, а это делает на быках. Бык зерился, другую кнопку нажал, он замыщал, пошел, понял, лакать его, пить. Люди это скот, при том скот стабный. Это выражение Маркса. И надо в их человеческом понимании восприять это как добро. Масоны это люди, которые желают людям добра через величайшее зло. А по-другому никак, без этого зла еще больше. Кажется, да не будет государство угнетают, тут часы разные назначают. Власть от Бога. Без Бога наступает анархия. Смута называется, время смутное. Так было всегда. А власть она за этим смотрит, а они ладятся. Я раз, билайн деньги мне вернул. 900 рублей перечислили. 1150 сняли, но все-таки 900-то вернули. А почему? Я не знаю почему, но я им второе послание послал, что если не будет решен вопрос, я вынужден обратиться в прокуратуру. А не будь прокуратурой-то, я бы ничего не сказал. Да не дали, да не дали. Он может со мной что угодно делать. А он не может. Это власть. Идет со мной человек, кандидат науку. Сейчас без власти такое я остановил. Прямо перед проспектом. Главный был Московский проспект Барнауля. Сейчас давно он носит имя Вилла. Владимир Ильич Алинин. Я говорю, подходим к этому проспекту Вилла. Я говорю, автобус идет? Идет. Ну и что? Я говорю, а кто назначил этот маршрут первый идет? И куда ему идти развозить рабочих, развозить людей, бабушек, внуков? Ну а что тут особенного? Я спрашиваю, ты отвечай. Я вам ответил, вы не поверили. Ну, городская администрация. Так нужна она или нет? Мусор идем в городе не по-за глазах. Кто вывозит? А кто назначил вывозить? Кто эти машины отпустил? Ты видишь, работает иностранная рабочая. Они расширяют как раз проспект. И работают неплохо, там узбеки и прочее. Кто это сделал? А у них там, кто приучил их молиться? Кто? Своя власть, свои мамы шейхи. А если бы этого не было? Не было грызой друг друга. А мы идем спокойно. Мы идем. Он увидел наших девушек, одетых в длинных платьях, в платочках. Они аж пригнулись. Мусульманки наши идут. Не мусульманки. Это христианки. Это не ваххабитки. Мы верующие. Ой, у вас женщины такие красивые, как наши. Видишь как? Значит, у нас уже что-то сходится благодаря тому, что есть власть. Хотя она еще у них и у нас не одинаковая. Антихрист все приведет к одному. Я стою, приходя в вокзал. Народ лещет через край. Сигнал. Поезд. Разные нации. В разных направлениях поезда. Возьми такие, как Росток на Дону. Ну, в Москве там любой. Где-то ветка. Где перекрестье. Разные люди. Разных мир. Разных преступностей. Их всех надо свести к одному. Одновременно руку вскинули халь. Кричали их, да здравствует КПСС. Тогда будет оно. Ну, будет кричать, да здравствует какой-нибудь Александр. Антихрист. И вот для этого вся технология, в конце концов, уменьшается до рисового зернышка. И вживляется. Оно будет еще меньше. Нанотехнологии идет. Когда на уровне молекулярном будут работать. И все данные у них будет отслеживать. И где, даже косвенно, без произнесения имени Путина. Или Ангела Меркель там будет говорить. Или Барак Обама-то. И тебе сразу вспыхнула лампочка. Так, особое внимание. Нет. Немедленно послать туда надеть ошейник. Ошейник надеть. И наручник. Как сейчас делают ошейник. И каждый день его схема вычерчивается. До единого разговора. Ему только показались первые. Из дома, туалет. Магазин вернулся домой. Ни с кем не разговаривать. Иначе будешь в гробу. Не в тюрьму, а в гробу. А гробу маленькие. По 40 человек. По 40 человек. Ну вот и все. А кто этот порядок на земле устроил? А они масоны. Слуги Антихриста. Ну они-то это добро хотят сделать. Но мы-то знаем по описанию этому быть. Надо маленько глобальнее мыслить. И смотреть, что за этой ширмой. За ширмой масонов. Книга такая есть. Я ее начитывал. И поэтому смотреть на все нужно с двух сторон. И пшеница она и для подкрепления сердца. И для разрушения его, когда из нее гонят спирт. Как и нож. Можно ножом резать продукты, а можно резать и плод человеческого. Вот в этом как раз круговороте и получается, что старообрядцы, они по-своему верны, остаются Богу, когда не покупают своим женщинам стиральные машины и прочие хлебопечки и все такое. То есть свою жизнь как бы не упрощая, а продолжая ее в нормальном русле. То есть я вот еще 15 лет назад, я говорю, да вы вот эти стиральные машины там покупаете, вы сейчас стирать не будете, завтра бы то не будете, после затраты этого откажетесь. И все, и уже готовить никто не хочет. Ходят в магазин, покупают там еду. Раньше хоть стояли на кухне, что-то варили, готовили какую-то еду домашнюю, а сейчас уже и от этого отказались, от всего. Они старообрядцы-то разные, у которых есть священство, у тебя все покупают, и стиральные, и холодильники, это работает нормально, он не тратит на это время-то, у него на другое что-то уйдет-то. Но у всех замкнута, чисто в своем кругу. Это вот это, как их называют, амиши? Амиши. Амиши. Это вот заведи, посмотри. А такая из всех, так Менонитов отделилась. И так и называется, амиши фильм. И ты посмотришь, как они живут. Я видел. Видел, 8 классов, и на этом все. Ну, в каждом вопросе надо доходить до точки. До точки, за которой начинается слепой фанатизм и отрабация мысли. Еще больше нет. Ничего не надо больше. Зарылся под землю и сиди, выглядывай оттуда, как Феодор Сикиот. А вот это не чай. Я просто отслеживаю по жизни уже людей, понимаете. Вот близких мне людей, к примеру. Они сейчас имеют все. Они женщины, на машинах ездят. Понимаете, у них нет времени. Когда раньше у них не было никаких машин, ни стиральных, ни холодильных, ничего подобного, ни посудомоечных. Они все везде успевали. А сейчас у них все есть, и они никуда не успевают. Понимаете? Ну, это уже факт, данность. Это мы будем говорить на смех людям только. Все нужно. Вот я беру ручку, ее не надо заряжать. Вот она перед глазами у вас, ручка. Ну, а раньше-то нам было пирог, гуся где-то выдрать надо было, у живого, у мертвого. Вот чем не было развести, обмахнуть, это тоже прогресс. Прогресс. На скинах было ткать. А сейчас пошел там, какие рубли отдал на дело, пошел. Хоть в обувь, хоть что. Надо смотреть, это идет вразрез со священным писанием или нет. А они его не знают, у них его нет. И поэтому они гонят от ума. А ума-то там не ума нет, а у Мишка одно. Я видел, как парнишка один среди этих староврядцев, у нас тут выставили, у Алтайских староверов там нашли. И он дома сидит, и у бабки прялка. Колесо крутит там, она беретежку там крутит, нитки. Он ее приспособил в городе Сельзе, в маленькую динамомашинку, и крутит ее. Но как же слушать музыку без электричества? А вот младший сын Макара, Александр, проявил свойственную русскому человеку смекалку и из прялки сделал динамомашину. Как ты узнал за кунома? В смысле? Ну как ток течет? Ну как? Я в магнитофон, когда вставляешь, короче, батарейки, моторчик крутится. Я подумал, подумал. Думаю, если его крутить, он тоже будет ток вырабатывать. А другие староврядцы, они уже, у них рядом речка протекает, они поставили там, крутятся у них лопасти, и на огород поливать. Они на высвозвращении-то, как туда воду-то несет. Они понимают, у всех лошади, коровы, в пещах пекут хлеб, но они понимают, что это освобождает для чего-то хорошего. Им на живой лес некогда было сходить. Ну, полей, попробуй-то. А сейчас они, мужики, поставили за проду, о котором не лень было делать-то, они бедрами таскают, у них раза в три меньше огород. А этим поливают у них все. И поневоле у них больше шансов створить милостыню. Пойти и поехать даже. Надо найти соразмерность с этим. Все хорошее, все. В городе нет размерности, никакой все люди с ума подходили со всеми этими технологиями. Не принимается это, в свете Божьем не освечивается. Ну, что сказала Павла, эти слова «все мне позволительно» и «все полезно». Вот он как раз подходит. Позволительно, но главное «позволительно»-то не означает, что у Павла позволительно надо было пить и блудить. Конечно, имеется в виду хорошее. Но все ли это полезно для вечности? То есть это опять же нужно рассматривать во свете Библии, христианским взором на это смотреть. То есть прежде чем этим пользоваться, нужно стать христианином. Вчера у нас были занятия на тему новости, известия, сообщения. Я как раз на эту тему говорю. Какие были темы, возможности распространять новости по-библейски. Какая новость самая важная, без каких мы проживем. Кажется, тема понятная. А когда стал говорить, это огромная-огромная область непознанного. И мы все это постарались рассмотреть во свете Библии. Каждое слово. Что оно означает? Как? Чем оно заменено сегодня? Что нам нужно? Ну люди удивляются. Такая простая тема, оказывается, в ней столько скрыто. Нужно гинеть за ширмой, кто там руководит и какая тебе главная цель в этом то, что есть. Вот не будьте сейчас этой технологией, не будьте изобретения интернета. Тима Бернерса ли, мы бы с тобой не разговаривали и не видели друг друга. Да и не знали бы никогда друг друга. А я восподобился даже с тобой на одной подушке лежать. Ты меня был рядом с тобой, Маленька? Да. Вот ты здесь оказалась с Сергеем. Стульчик поставьте. Я бы не... Никак не могу приспособиться. Маленька тебя подвинул к себе. У меня, видишь, это как бы непонятая была, я бы легче лег. Ну так, по голову может. Вот, Господь позволил встретиться. Я вспоминаю, как счастливый момент, что братом Сергеем моя голова лежала рядом, на подушке. Видишь как? Инатель Ильич, ну вот, ну к этой теме, допустим, представим еще Исаию, вот 24-5 возьмем, и сказано, и земля скверлена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав и нарушили Вечный Завет. Вот, к чему это можно представить? Это к Израилю. Но через Израиль получаем и мы. Земля сквернена нарушением заповедей. Толпами ходите в домы блудниц, блудилища. Поясняет пророк. Чем они занимаются? Она сквернена. И растлилась земля. Бытие считаем. А земля как может растлиться? Грязь, Златоуст говорит, землей названы люди, из праха ты, ты земля, ты пепел. Земля рослилась, это люди развратились. И приближаем этим самым гнев Божий до конца, то есть без помилования. Иногда Бог утешает свой гнев и переменяет на милость, а здесь никакой милости, до полного истребления и отправления в ад. Вот так мы должны это и понимать. Это к Израилю было сказано. Но мы через Израиль получаем и благословение, и проклятие. Мать Израиля отличается только тем, что о нас не сказано. То, что сказано о них. Но это все относится и к нам. Если им говорится, чте отца и мать, это не означает, что только к Израилю сказано. Сказано. Это сказано ко всем народам, чтобы через это люди научились ценить то, что есть. Обычно говорят, была бы мать живая, да я бы для нее, да не забуду мать родную. Цени пока она рядом. Ты сейчас мысленно прикинь, у тебя нет матери, ничего с тобой будет. Как оно будет? Ну вот, она же буквально, вот эта цитата, она подходит буквально к нашему времени сейчас, что «Освернили», все, все «Освернено». Именно так. То, что уже Бог терпеть-то не будет нас с нашими. Вот сейчас вот кричат «Россия», и вот все-таки чувствуется дух вот такой. Люди все равно встают и как-то утверждаются вот в этом своем «Россия» и все. И вы говорите «Россия должна встать». А вот как же его зовут-то? Максим Степаненко. Не читали у него тезисы такие о том, что он делает заключение о том, что антихрист должен отсоиться именно в России. То есть по всем признакам. Да, такое есть мнение, но мы наставить на этом не можем. Сильно похоже. Но утверждать не будем. Откровения на это нет. Мы знаем, что он насторится и будет старствовать над миром над всем в Иерусалимском храме, в третьем храме Соломоновом. И у идеи усиленно работают все эти годы, десятилетия над тем, как на том же самом месте поставить храм, третий храм Соломона. Третий. То есть, который сядет сам антихрист, сядет как Бог, выдавая себя за Бога в храме. Он воцарится там. А может быть, он происхождение из России, может быть, он русского происхождения, русский еврей, чубайс какой-нибудь. Нет, это другое. А вот вопрос такой. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Ну и как быть-то вот сейчас, власть пришла на власть антихриста, и как ее определять-то? А там дальше говорится, власть на добро тебе. Если ты не бойся власти, не напрасно носить меч, когда нарушаешь. Я у власти не нахожу, даже во время советской власти, не находил ничего, что мне препятствовало бы оказаться на небе. Не было ничего такого. Вот они мне запрещают проповедовать, я проповедую. Они меня бьют, мне обещана награда. Мне это не препятствовало. А где у вас было сейчас, одна душа мне говорит, а вы могли бы так вот разложить свою жизнь, 53 года хотя бы раньше, даже всю жизнь. Сколько времени ушло у вас на изучение Слова Божия, сколько на молитву, сколько на психиатрию, когда меня мучили, сколько пытали время показать людям, оставить пример. Я никогда об этом не думал, но не созрел, так сказать, для этого шага. Но постепенно я могу это обратиться к тому и сделать. Я очень люблю моего Христа. Очень люблю. Люблю Слово Божие. И вот в этом свете, в этом ракурсе рассматриваю все остальное, что было со мной в моей жизни. И в моей жизни не было ничего допущенного Богом, что помешало бы мне наследовать Царствие Божие. Ничего не было. Я еще ни разу не сказал, знаешь, у меня времени нет. Вот сейчас-то повторяет эта женщина. Ой, времени нету. Я ни разу не сказал еще. А учитывая, что мне 76-й год. То есть я абсолютно точно знаю, что мне времени отпущено как раз столько, чтобы я сделал все, на что я способен с моими талантами. С одним, с двумя, с тремя талантами. С десятью. Именно это. Дальше. А у меня, знаете, я бы сделал, там были препятствия, там у меня в жизни не было препятствий никогда, которые помешали бы мне сделать то, что я намерен был сделать, помолившись. Вот в это люди уже не верят. Как? Да тебя же сажали, у тебя все магнитофоны изъяли, пленки, об этом писали, трубили, центральная пресса. Да так? И они не вернули? Но за это я получил два домика, в котором молимся, храм у нас. И мой брат, отец Аким, говорит, как-то говорил, ну так, с иронией, и говорит, а вот если брата-то моего не посадили, сейчас бы негде молиться было-то. А посадили его, а теперь-то суд-то в мою пользу, а платить-то нечем, они уничтожили. И мне дали владельцам двух в центре города, 13 соток, сухое место. Все, что я хотел, неналеко от остановки. Не было у меня ничего. Вот я был когда в Америке, такого, что препятствует. Скажите, как КГБ помешало вам выполнить ту миссию, которую вам назначил Бог? Как оно вам мешало? Я переспрашиваю. КГБ мне мешало? Никак не мешало. Они меня сделали известным на весь мир. Они мне не помешали, не сколько. Я им свидетельствовал во время допроса, во время, когда сидел, во время, когда судился, высадил. Так что я говорю о себе. Вам помешал? Говорит. Почему? А потому что я люблю Златоуста. И он говорит, верующему никто не может повредить. Никто, хотя и будет вредить. А почему? Если он благодарит. Меня обокрали прямо в храме. Разрезали карманы, вытащили деньги. А деньги назначались для другой республики, чтобы я отнес туда, потому что там погорельства показалось много. И деньги вытащили. Я к примеру говорю. Но в первую очередь, да что это за церковь? Да тут одно жулиобе сидят. Та-та-та-та-та. Нет. Этим ты обрадуешь дьявола. И он тебе еще такое же сделает. А когда ты сказал, Господи, благодарю тебя. Сатана как обожженный отскочит. Даже не посмеет к тебе подойти. Так ну люди-то там не получили. Не заботься. Ты любишь людей. Господь любит их так же. А еще, точнее сказать, больше любит. Он пошлет с другой стороны и больше пошлет. Вот ведь дело-то как обстоит. И это учит Иоанн Златоуст с 2004 века. Никто не может сделать мне зла. Наши вчера были в соседнем селе, куда переехали отступники, которые у нас здесь были. Кресты сорвали, иконы пожгли. Ну то есть осатанели, так сказать, совершенно. Куда ушли, сами не знают. И они тут идти к ним, заходить в дом, не заходить. Я сказал, везде заходите. Хоть они еретики, но они люди. Вот вчера как раз и было одно слово новости. Великую новость разъясните им. Как бы далеко ты не ушел от Христа, от Бога, Он ждет тебя. Он ждет долготерпеливые, многобилостивые. Они пришли и там вредили. Разные вопросы такие. Ну, навредили они или нет? Нет, не навредили. Навредили, я говорю, вы себе. Я-то не ездил. Я теперь не буду ездить. Вы навредили где-то сами себе. Я говорил вам с ними не разговаривать. Разговаривать. И вредиха после первого и второго разумления отвращайся. Знаешь, что он развращал. Сам себя развратил. Будущий самоосужден. Им уже 21 раз засвидетельствовали. Зачем вы с ними стали разговаривать? Вы зашли к ним, дали приглашение, где встречаетесь. И на этом все. Дали им лизинки наши, YouTube, чтобы они знали. И все. И больше ни одного слова не было. Но так она стоит, люди слушают, она перебивает, кричит. Вы там увидите. Это ее участь. Она избрала такой путь. У нее путь свободы. Она говорит, я свободная. Свободная от чего? От праведности. Свободная. Самая большая свобода в рабстве Христу. Вот это надо хорошо запомнить. Я большую новость вам сообщаю. Хотя вы и то и знаете. Раб Христа всегда свободен. Поэтому всякая власть для меня, она от Бога. Всякая. Какая всякая, которая была, существующая, не сказал, которая будет существовать. Тут надо смотреть временные формы. А антихристовая власть, она допущена Богом. Бывает Богом дана для того, чтобы был мир, порядок и награждение добрых. И попущена Богом, чтобы образумить всех. Есть. Этот стих об этом хорошо говорит. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли ты не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ну какая власть в тюрьме? В тюрьме какая власть в лагере? Я знаю людей, которых очень хорошо знает весь мир. Александр Огородников. Он только вернулся, ему от Маргарет Тэтчин пришла какая-то награда. Я у него дома был в Москве. Он сидел. Он больше половины срока, я не знаю сколько, там 5 лет. Он просидел в ШИЗО. В ШИЗО. То есть он сидел там на таком байке, не знаю как. Я считаю про других. Но я не беру то время, когда не было. Мы одновременно сидели, в одно время. Я ни одного дня не сидел. Он возникал везде. Так он где... Я заступался за людей. И мне политотдел помогал. И письма отправили куда надо. Прокурор по надзору был. И потом мне сказал Красноперок. Я им сказал Лапкина, что делаете, вы отнимаете. Это акт вандализма. Вы все отвечать будете за это, полковник? Потом нам было не стыдно встретиться с Красноперком. А он отсидел столько-то. Почему Марченко Анатолий? Лично знаком, подрею сахару, ловят в адресской премии, а там щеку. А его за хрестали, убили. Меня не убили, не ударили ни разу. А почему? Бог знает почему. Не мне судить. Но я только нигде не возникал. Нужно заправлять шторку, койку. Я заправлял. Нужно идти на плацу, поднимать ногу и бить. Я поднимал и бил асфальт. Я делал как есть. Там сказали, надо кажется подмести, а метелка за 200 метров. Один побежал назад, а нас 30 человек стоит в строю. Почему другие не побежали? Все до одного должны бежать за мной метелкой. Я тоже побежал. Так, Кладкин вернись. Вас это не касается. И все. Начинают избивать, а мне сразу. Сейчас будут их избивать подряд всех. Всех подряд. Мне сразу подходят и говорят, так идите в красный угол, журналы там почитайте. Я иду. Потом ко мне ночью подползают и говорят, отец, убивают, совсем убивают. Я боксер. Меня повалили. И на позвоночнике на моем что они делали? Я подняться не могу. Можно во время, когда строй, я рядом с вами буду становиться. Может, это меня хоть как-то защитит. Я иду по опасной статье политической. Я Ленина назвал антихристом. Власть назвал сатанинской. Стихотворение у меня стоит в своей роте щерев. По мёту птиц подставил голый череп. Вождь атеистов, сомнища и ул. Это олени, не о памятнике называется, а памятнику Ленину. И ты ли всей Россией правил? И ты ли голодом её оставил? И сам стоишь с протянутой рукой. И я живой остался? Генотич, ну а стоило её называть? Можно было успевенно принимать власть и уже делать добро при этой власти. А зачем её называть тогда и за это страдать? А как? Именно как? Ну, не говорить этих слов. Сонмище, там и ута и тому прочее. И ты говоришь что? То, что вы прочитались. Сонмище и ул. Сонмище и ул? Можно было. А я написал. Они открывают у меня стол, а он на шарлире открывался. И там вишущая машинка. КГБ. И написано. Камарилия гнусных безбочников. Вы опоздали. А полковник, тогда он был подполковник Николин Юрий Михайлович. И говорит. Ну, Игнатий Тихонович, ну уж это вы зря. Я говорю, я и сам вижу, что зря. Ну, пошёл Фадеев, правда. Он майор. Я повторяюсь. Он был тогда. Сейчас он, видимо, уже выше звания. Гляжусь, что он будет делать. Всё же дверь моя. Свободу монтировку закладывают. Нажал дверь, выломал. Пошли. Ну, заходим. Пожалуйста. И они все за мной следом тут. Никогда сидел я в тюрьме. Ну, тем самым собирали себе уволье на голову. А можно было просто спокойно делать добро, говорить, снести людям Слово Божие без вот этих, как говорится, войны. Ну, понимаешь, вот это как раз. Мне это дано было. Я никому это не советую делать. Мне это было дано. И через это их коснулось и ни одного. И отношение ко мне не ухудшилось. Вот что удивительно. Я рассказываю, как. Мне специальная пометка была. Там, не прикасаться, не бить и прочее. Потом мне подошел один у вас пометка стоит особая, чтобы вас не трогали. Вас бы захлестали тут уже сегодня. Вы против советской власти пошли. Мы вас гноим здесь. Вы не выйдете. Я говорю, в Библии так написано. Пойдет КПСС, Христос воскрес, Свою истину воскрес. Пойдет КПСС. Можем было не говорить? Тут один стих из Библии опять говорит. Ибо начальник и есть Божий слуга тебе на добро. То есть любой начальник. И на добро. Начальника надо уважать. Я его уважаю и называю его настоящим именем. За кем вы пошли? Пошли за убийцей, за лжецом, который всех обманул. Я говорю о Ленине. Я должен был это сказать. И это у меня в деле там и было. Что Лапкин против коммунистической партии СССР. Там против вождя мирового пролетариата. Сегодня мне это приятно считать. Это в книге, для слова Божия нету, все выписано там. А другие слова не сказали, живые не вышли. А меня пальцы не тронули. Значит, я угоден был Богу. Я должен был это пророческое слово сказать. А потом первые секретари ко мне приезжали в степь и спрашивали, а как вы знали, что КПСС пойдет? Я говорю, Бог открыл. Вот так. Дружба народов надежный оплот. Была тогда. Союз нерушимый. Я говорю, он рушится. И чего мне не останется? И вот сейчас, в принципе, те же времена, что там и при советской власти, мы явно видим приближение самого главного врага христиан. Да, это так. Ну и как быть-то мы должны сейчас протестовать там против него и должны как-то опять же войну какую-то вести с ним. открытым словом свидетельствовать людям о Христе, приучать их молиться, верить во Христа и ради Христа не бояться отдать жизнь. Больше мы ничего не можем сделать. Мы не противодействуем ни каким акциям, какие они предпринимают. Ничего нет. Свобода, которую мы имели со дня перестройки, не было в мировой истории вообще никогда и ни у кого, ни в одном государстве. Вот это надо оценить. Как Христа не ругай, какой он не был там, не чушка, но он не мстил сам за себя. Вот и все. Ну вот в 12-м году вышел закон такой, чтобы к 14-му году у населения страны были пластиковые карты, вот эти с хипами, новые паспорта. Идентификации станет универсальная электронная карта. Об этом сегодня говорил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации. Выдача таких карт начнется с 1 января следующего года, а к 2014-му она должна появиться у каждого россиянина. Это просто совершенно другой уровень общения гражданина с государством. Вот, и многие люди пошли, многие христиане, в том числе и я, и моя семья, и близкие, пошли, писали отказ от пластиковой карты. Вот, я думаю, вот эти вот отказы многочисленные послужили вот этому откату, то есть этот паспорт мировой временно откатили назад, понимаете, вот благодаря вот этим действиям именно. То, что многие люди стали отказываться. Вот, и чем больше мы будем выставать против этого порядка, тем дальше мы его будем откатывать и давать людям, вот, допустим, у меня два внука родились, я хочу, чтобы они выросли христианами. Я максимально буду выставать против вот этого нового строя и буду бороться, и буду за это людям говорить, понимаете, как. Я не могу принять вот этого всего. Правильное дело, знаете, не принимайте, и так и учите. Но только знайте, что назначенное будет, будет тотальный контроль и будет от технических с половиной года из колена данного иудеи. Он придет. Но ты получишь награду за то, что ты мог сопротивляться, и ты это мог, мощь свою направил именно на это. Но только здесь надо все время говорить, да, я сопротивляюсь, но это еще не печать от техниста. Это не знак, не начертание, не начертание. Я говорю, вот, Хирилл Сахаров, это единственный храм на Берсеневке, который не принял ИНН. Он неоднократно мне звонил. Что делать? Я говорю, сколько можешь держать, ты даешь пример мужественного стояния. Но это не знак антихриста, это все говорили об этом. Об этом и об этом говорили частях. Уж знак, конечно, ни с чем не перепутаешь. Об этом четко сказано, что нельзя будет ни купить, ни продать без этого знака. Ну, а мы продаем и покупаем. Наши едут, продают молоко и покупают гвозди и возвращаются. А знака никакого нет. Значит, можно без него жить и покупать и продавать. Надо все время найти золотую середину. А не так, что я подряд все буду принимать, ИНН, и все, и... А уж антихрист придет, мы тогда покажем ему, мы тогда врежем ему. Ничего этого уже не будет. Ты научился отступать, и будешь отступать и дальше. Вот сегодня как раз момент показать, на что ты способен, по-малому. Ну, никто не настаивает. Сейчас, допустим, ИНН есть или нет, это они сами там поставят, потому что им легче искать. А я паспорт, у меня же рука-то не работает. Вот, а я расписаться-то не умею. Вот, и ко мне пришли паспорт, принесли. А я говорю, да какой мне паспорт? Я говорю, я не смогу его получить. Так они через несколько дней сами принесли мне его и без подписи, без всего положили на стол паспорт новый. То есть, вот так вот. А что надо делать? Нет, тут надо всегда найти золотую середину об этом моменте. Иначе ничего не останется, кроме слепого, тупого фанатизма. Или открыл дверь и все бетра. Всякие ветра учения. Тут надо найти середину. А ее искать даже не надо. Ее, по крайней мере, в священном начале Московская патриархия указывает абсолютно правильно. Я еще раз повторяю. В данном случае они правы. Гурьянов прав был, говорил об этом. Смирнов говорит об этом. Христианкин, митрополит Олпеев. Так что... Иначе у московской патриархии от пластиковой карты отказалась. И выступали по поводу отказа от пластиковой карты, чтобы не принимать людей. Свободно. Там и сказали. Не презирать тех, не отказывать о выспании, кто принял. Это не является грехом. Вот они и сказали. Но это не является и преступлением, кто принял. То есть это совершенно сегодня считается за безразличным. Хотя это немножко не так. Ну, неплохо они сказали. Об этом выступил патриарх Кирилл. Сказал. Люди, которые к этому подыскиваются. Я считаю, что сатана их обольстил. И силы направили на другое. Вот они сейчас и нэн-нэн там в паспортах. Идите и проповедуйте миру. Про нэн-нэн не написано. Идите. Ни один не идет. Все сидят. А если говорят, то где-то из Симеона Нового Богоска, Исаака, Сирина, сами не понимают, что говорят. Идите, несите Евангелие. Издавайте Евангелие, распространяйте. Они никуда не идут. А вот здесь они будут бороться. Другие, как старообрядцы, за одну губу Иисус, с одной или с двумя, как пальцы прижать. Столетия бьют. А об этом никакие писания не сказали. За счет ее жизнь-то полагал. То, что не играет той башности, которую ты ему предаешь. Хотя это тоже имеет значение. Вчера мне священник один писал, просит денег на восстановление храмов. А я ему как выдал, я говорю, батюшка, на ремонт, на ремонт храма. Я говорю, а для кого-то ремонтировать-то его храм-то? Я говорю, что вы людей много к Богу приводите? Вот это самый больной вопрос для них. Да это не нам с вами решать, много или не много там приходит людей. Вот я говорю, да как же, не нам с вами. Как раз от нас с вами-то и зависит весь вопрос-то. Вопрос проповеди, как вы людей-то учите. Я говорю, вы читаете Библию, учите людей своих. То есть вопроса вот этого даже не ставится. Он об этом даже и не говорит с людьми своими. Ему бы восстановить храм, свечные ящички, иконы повесить, обновить бы. Вот так вот. Не давать ни копейки на это. Если прихожане не могут отремонтировать храм, храм не нужен, его закрыть. Пусть по домам собирается. Вы правильно ему ответили? И на этом все. Не давать. Когда я вел занятия в университетах, меня всегда спрашивали, храм Христа Спасителя и другие храмы, стоит ли восстановить? Ответ один четкий и никогда не менялся. И могу доказать сегодня. Нет. Не нужен храм Христа Спасителя, и не надо было строить новые храмы. Отец, 200 храмов, москвилет 200. Погутились на этом. Люди выходят, бунтуют. Последние детские площадки отнимают. Они против себя всех восстанавливают. Храмы, храмы. Храмы особенно любят строить богатые, высокие. Там, где в предрении духовный храм. Где не знаете, что вы храм Бога живого. Придем, говорит, с отцом. Селюсь в них, обитать будем. Люди этого не знают. И поэтому они как старобрятся. На уборку храма готовы миллион отдать. Храмы сначала создадут священник, а потом отмывают. А высота такой, двух лесов не хватает со стремянкой. Вчера один священник, есть батюшка тоже один, сейчас часто его стали в интернете показывать роликов. Я не помню, зовут как его. И он выходит, а ему 52 года, ну тоже такой батюшка, такой мудрый. Вот, и он говорит, да дорогие, говорит, мои православные, говорит, а вы знаете, что вы не православные? Вы, говорит, только по названию православные. О! Вот, вот, мне понравилось, вы сейчас много показываете, вы наверняка его видели, но я дам ссылку потом. Вот, и выходит, выходит, такие батюшки, стали появляться они. Где они, эти батюшки? И когда говорят, имеют ли в виду они свою паству, а то обычно приходится в конце сказать, да ты ее такой и сделал. Шорстку, говорит, стремлю, мясо питание, не учили, не пасли. Ну, важно же, что они хотя бы вот, даже пусть они как-то шли тем путем, но они сворачивают, признают свои ошибки, начинают говорить о своих ошибках. Он говорит, я вот во время литургии, я вам скажу, что я не молился во время литургии, я ходил, махал кодилом, а думал там о своем вообще, то есть я не был на службе. То есть вот так вот открывается перед людьми. И люди, люди вот проникаются, им вот, мне кажется, вот сейчас вот эта правда нужна, не хождение по целованию, там, бадание, как вы говорите, этих икон-то по храму, а именно вот узнать вот живое вот это православие. Да пусть покажет. То, что показал не живое, это очень просто. На кладбище рукой пахнул, там кладбище. А ты покажи, где работает настоящий роддом, где рождается ли нет абортария в духовном плане. Вот они покрестили и потом выбросили ребенка, тут же. Это абортированное. Он дальше, если ничего не делает, это, ну, услышанный, да, православие не ходит, а люди потянулись в секты. Это готовый товар для сектантов. А я вот в православии должен показать то, чтобы каждый сказал, да, действительно, с вами Бог. С вами Бог, как Павел Коринфянам в первом послании пишет. Он всеми обличается, всеми судится, чтобы звучало пророческое слово. Чтобы человек научился во всем, что окружает, видеть милость Божию, любовь Божию, терпение Божие. А этого ничего нет. Пусть сказал, да, они такие, вот какой он открыто это сделал. И так видно, что они такие. А какими быть-то, вот пускай потрудятся. Чтобы все были свидетелями, знали священное писание, были как одна душа. А так из храма вышли в разные стороны, и никто никого не знает. Вообще люди чужие, разные. У отца Кирилла они все знают. У них общая трапеза. У него община. Не прихожане, прохожане. Мне прислали такие выдержки, фотографии из старой книги какой-то, я не знаю, тоже, может быть, священника книга. И вот в ней трактовка слова «крещение». То есть, как дословно с греческого переводится «крещение». То есть, здесь подразумевается и омовение, и, как говорится, мочение, и кропление, и погружение. То есть, входит все это в слово «крещение». Нет этого, обманывают. Только погружение. Другого нет. Это все другие слова по-гречески. Это обман. Они обманывают людей, что они не знают ни одного языка. На всех языках смысл один. В немецком – «даупен», в английском – «бактызан». И везде только погружать. Я погрузил кусок в воду. Нет этого, что окропление – это другое слово совершенно. Поливать водой – это другое слово. Нет, чтобы оно вмещало в себя. Да оно и по-русски не может вмещать. Этого нет нигде. Ну вот слово «бакты» у нас – погружение, мытье или омовение. Например, чаш. Нет омовения. Омовения нет. Стоит слово «погружение». Ну а где такие источники? Где конкретно можно прочитать? Ну спросите, у нас немцы рядом есть. Простите. Скажите, Иоанн пришло Иоанново крещение. Пусть они переведут. Они переведут только «даупен», другого нет. Скажем, по-другому можно, нельзя. Откройте словарь, видите, погружение. Больше нет ничего. Спросите по-английски, по-французски. Мы же ориентируемся на греческий. Я говорю, что греческого все нации почему перевели одинаково-то? Переводчики в разные периоды жили, в разные века перевели все одинаково. Это сегодня они накручивают. Тут еще непонятно. Это греческий мы можем еще понимаем, не понимаем. Но переводчики такие, как Мартин Лютер, великие переводчики, которые, это, Якова, перевод у англичан. Почему один и тот же смысл заложен? Другого-то нет. Погружение. Спросил французов. Я с латышами жил, а никто не поймет, о чем ты говоришь, если говорить не погружение. Погружение. Нет перевода другого. Погружение. Вот я сейчас считаю баптизу. Погружать, погружать, орошать, обливать. Ну ладно, я сказал, я спорить не буду. Пускай орошают. Но зачем тогда брезья, ну, где много воды? Зачем ем, ну, хрепелит, сошли в воду? Зачем сходить? Нарисовали бы по-католически из раковины, на голову поливают. Зачем? Зачем не прехрестил князь Владимир? Ну, например, мы стояли бы, покрапили из них шашланга, да и все. Никогда этого не было. Нет, ну да, это, конечно, это полновесное крещение. Ну, а вот, к примеру, стоит храм, да, там, вот, зима, холод, там, собачий, что там, невыносимо просто. Вот они в тазу-то, видите, они вот оправдываются вот этим вот переводом греческим. Они оправдываются только тем, что они безбожники, у них веры нету в Бога. Вот, заметьте, ни один сектант, ни баптисты, ни адвентисты, ни еговисты, ни крапята только погружают. Речь идет о двухстах миллионах или больше. Теперь, в Руси не было никогда, чтобы без погружения. Старообрядцы, их больше пятидесяти разных названий, там, поморс, еще соленая, голбежники, дырыки, все только полное погружение. Что еще доказывать-то? Доказывать вообще нечего, что все до одного, независимо друг от друга, и пришли к одному мнению, что надо погружать. Ну, посмотрите, картина крещения Иванова, явление Христа народа называется. Выходит голая зерна. Ну, видел картины Иванова, впоследствии рисовал ее. Ну, это да, это понятно. Это вот, ну, это просто полнота, полнота вот всего таинства. А вот если не втерпешь, ему вот не втерпешь, и все, мне надо покреститься, я умираю. Вот, и нет возможности такой. Ну, много ли таких-то нет возможности-то? Люди приходят машинами, закружена вся окрестность около церкви. Молодые стоят, курят, разговаривают. Я подошел, зачем, венчатцы приехали. И венцы-то не надевают, а над головами держатся. Какое же венчание-то? На голову-то не опускают. Они и тут врут попы. Они безбожники, волки любят. Да, тут поп ранее идет уже, таинство, это священное дело. Ну, скажи, храм в Москве, Старо-Блящевске, почему там полное погружение? Почему рядом, рядом московская патриархия не крестит? У нас есть книга к истинному православию, она у тебя в дому, моя книга. И почитай, там архиепископ Никитр говорит. Вы получили первое крещение в Греции в полное погружение. И первые отступили от истины. Это Украина, которая католичная. Это от католического отступления, от ереси католической. Ну, откуда они взяли, что католики папа бритый? Пусть пояснят. Осипов бритый. Что доказывают? Кому доказывают? Да когда икону у нас в храме. 475 икон, и все до одной с бородами. Не считая Патеремона и Иоанна. А по 16 лет мальчишки. Апостолы рисуют с бородами, пророков с бородами, баптисты все рисуют с бородами. Явление Христа, народу посмотри. Ну, сектантские бывают какие-то картины. Все с бородами. 200 лет назад у нас даже и последний еретик, отступник с бородой ходил. Но это понятное дело. Мода поменялась просто, да и все. Мода не меняется. Меняется человек за модой. Мода никакой роли не играет для верующего. Мода это стихия мира. Павел говорит, не хочу, чтобы поступали по стихиям мира, а не по Христу. Вот и все. Ну, посмотри. У сектантов, у всех повторяем. Апостолы с бородами. Дальше. Микел Анжела рисует сиксинская Мадонна. Видел? Она несет ребенка. Папа Сикс стоит с бородой. Папа Сикс. Но одновременно и у православных. Папа еще на разделение было. А они рисуют. И рисует безбородый католик. И рисует его с бородой. Зачем? Мы по образу Христа должны быть. Все, вопрос снятый. И какая нужна эта скоблица-то каждый день-то? Я на крещении говорю. Какая тебе нужна портить-то его? Погрузить некуда. Заметьте, он показывает. У меня на поробе крещение. Баптистский дом. Ну, они в один свели на Маловузовскую. Два, кажется, свели. Другие молитвенные дома. Они приходят. И он стоит при свете погрузить в воде. А в другом месте, показывают, трое стоят. И они в Днепрех к ним подходят. Погружаются, возвращаются. Как у нас. Вы видели, как крещение. Но это попы делают. Попы больше никто не делает. Никто. Одна московская патриархия развратная. Все это делает так. Что тут непонятно-то? Этот лживый дух Дерри Сталина. Преобразование. Он пошел, но не вышел. Это не мне доказывает. Они это лучше меня знают. Все тайны стыдно. Вращены. Тайна есть. Какая тайна, когда рядом на полтора шага стоят люди и слушают все. Тайны на всю церковь. На смещение глухого еще. Ну да. И почему-то в головах у людей заложено. Я вот с людьми говорю. Я говорю, да ты в отдельный будний день сходи. Там и причастись, поисповедуйся. Все. Сделай свои дела. И не переставь. Харистос, вы знал торгашей из храма. Еще непонятно. Дом мой сделали домом торговли. Я не знаю, какие слова непонятны. Дом это стены, крыша, пол. Торговля это торгует. И Христос никого не бил, кроме торгашей. А они набились в каждом храме. Что, доказывать надо? Зачем доказывать-то? Это его путь торгаша. Этот путь закончится пропастью ада. Они проклятые все. А потом Христос второй раз уже изгоняют и говорят, вертепам-разбойникам сделали дом мой. А то вертеп разбойников по имя Александра Невского, по имя Серафима Саровского. Это вертепы. И они новые вертепы строят разбойнические. Вертеп по имя храма Христа Спасителя. А то не храм. Вертеп по имя Христа Спасителя. И торговля, и торговля, и торговля. Им нужна прибыль. Чего бы она ни была, хотя бы и грехом торговать. Чем больше грешат, тем больше жертвуют. Грехами народа моего питаются священники. Я что-то придумываю или чего? Мне не в чем пятиться назад-то. Я говорю именно, вот так и делаю, как говорю. У нас нет торговли. Ты можешь сказать, я перехожу к баптистам, к муперманам. Ты можешь сказать, но сказать, я перехожу в Московскую патриархию, и нельзя сказать. Эти слова нельзя сказать никому. Почему? Потому что некуда переходить. Дерь открыл, зашел ты свой. Ты не был 30 лет на исповеди. Подходи, исповедуйся, я буду отразить только. Этого нигде нет. Везде спросят, где ты был, почему не было и прочее. Ну, чего тут непонятно? Делают вид, будто бы работают. Говорят проповеди, а не мертвые проповеди. Даже где говорят они. Люди чужие. Это единицы священников, которые проповедуют, как должно. Они не знают Бога. Вот мне сколько в эфир заходят. С одной стороны, я уехал в Англию. Вот недавно опять зашел какой-то. Я впервые встретил в интернете, что в православии прямо все говорит. Ко мне обращается. Да кто вы такой? Это в наше время. Как ты живой-то остаешься? Всем понятно, что это неслыханная вещь. А я говорю это совершенно естественно, как дышать. Я не тушу, что мне надо скольбить патриархом. Мне надо потише идти епископом. Мне этого ничего не надо. Я молюсь и внутри себя чувствую желание исправить людей. Сказать им лучшее. Возкресить великую вестину Божию. Сейчас строят везде купели и наказывают. Патриарх Алексеевич Второй для чего говорил, что покрестили в полное погружение. Его выступление почитай в теме крещения. Крестово-православие, у тебя книга моя. Вы постарайтесь узнать, в окрестностях Воронежа священника Анатолия. Вы говорили, вроде знаете его. Он ехал с наград в баре. Да где же я его найду? Мне знать, где он живет хотя бы. У нас окрестности сотни тысяч километров. Ну как это сотни тысяч? Ну я имею в виду сотни тысяч километров. Ну хотя тысячи, но храмы-то не на каждом же шагу стоят. И не все же Анатолии. У нас на каждом шагу. Король, че так? Попросите кого-нибудь из Воронежских садить в Воронежскую епархию. И скажите, где-то на окраине Воронежа есть такой священник Анатолий, который ездил на поклонение мощам святителя Николы в июле. В июне. Мы с ним с дороги разговаривали. Да и Воронежская область, это огромная область. Это сложно очень найти. У нас сотни... Я говорю, у города Воронежа, не в области. Вы меня выслушайте. У Воронежа есть окраины. И на окраинах не может быть тысячи храмов-то. Ну, 20-30. И там в епархии, это не все же Анатолии-то. И не все ездили на поклонение в июне. По щам-то. Он один, может, такой был. Я могу фотографии его выслать. И мы с ним долго беседовали. Я ему рассказывал о вас. Ну, а че? Он там много... Это самое... Не попадали у вас-то в тему. Он, как говорится, разногласий много было. Он, как говорится, не принял вашего. То есть, обличать он не намерен. Вот людей он ищет тонкого подхода к каждому. Да. Это так. Обличать. Опять же, страшно обличать каждого человека. Надо сначала узнать поближе человека, потом уже обличить его. Ну, а обличать, как нам апостол заповедует, скротостью и смирением обличать? Не конкретно даже к нему. Я просто говорю, а его слово Божие касается. Мне не надо его биографию знать. Оно слово, а поюдоострый меч, оно обязательно коснется. До разделения души и духа, состава мозгов. Мне не надо биографию человека знать. Ни одной. Мне это не заповедано. Я просто должен быть верным свидетелем Иисуса Христа. А слово найдет, кому оно обращено. Оно коснется его сердца. И я уверен, что силу свою Слово Божие не потеряло за тысячелетие. Венатич, я вот вижу по своему опыту, чем я больше обличаю, тем я больше теряю. Вы понимаете, то есть приходящие ко мне, я стараюсь скротостью, я стараюсь скротно говорить, но в полноте. Но я теряю этих людей, тут же теряю их. А они вам нужны, эти люди, которые не слушают правду? Вы их теряете. Да они сами никогда и не были, если они на полуправде. Есть такое, я не хочу полуправды, я не хочу полумеры. Я не хочу, чтобы струны сердца без песни отмерли. Человек не любит. Человек любит, чтобы о нем хорошо говорили. А слушать о себе правду, это, как говорится, острый нож сердца. Племя Ахава. Этот человек обо мне не говорит правду, а о Михеев он говорил. Отойди от них. Ты должен сказать, а примет, не примет, это его дело. Так, меня очень интересует вопрос по работе. Михаил едва и два теплится, неизвестно, когда поедет. Никого больше нет. Нам нужно освободить контейнеры. Поищи работников. Да где же я их поищу-то? Ну вот видишь как. Готовы не писать, ничего. Просто в той области, где находятся, там распространить. Даром отдать. Приехать, взять и отдать. И никого нет. Да какие же это православные? Я никак не упрошу. У меня лежит ваш комплект отвезти. Ради Бога, прошу, отвезите. Меня завтраками кормят, завтра, послезавтра. И вот он до сих пор лежит. Ну вот тебе и дает доказательство, что мы делали дело не просто необычное, а невыполнимое людьми. Так мы-то готовые привезли, готовые написали, готовые издали, заплатили и привезли за тысячи километров. А готовые отдать и не могут. Какие же мы? А потому что как роботы все ходят, понимаете? Бога никто не ищет, ищут, копаются в себе, вот в своих шмотках копаются, а Бога никто не знает и не хочет знать его. Страха не имеет абсолютно никакого. Не боятся Бога. Калинин-то куда делся? Нет его? Да почему? Он рядышком тут детства. Как у него там дела? Да я не знаю, я тоже там обличал, обличал его, и он, наверное, что-то обиделся. Да, в принципе-то он вот так добродушный человек, не склонный так козлу-то, конечно. Я думаю, его можно всегда вызвонить. Ну ладно. Так, на будущее. Можете говорить или предупреждать, или нет. В понедельник, в 7 по Москве, мы всегда стараемся быть здесь. Это наш выход в эфир. Потому что тут хозяев мы задерживаем, они должны помнить, что мы придем, подключить нас и прочее. Ну что, все, вопросов нет? Ну, таких у меня нет вопросов. Отошел. Ну все, с Богом благодарю. Все, с Богом. Спасибо, Христал. Спасибо, Христал. Спасибо, Христал. Спасибо, Христал.